Здарова, ребята, в эфире вертикальные новости своего ТВ. Меня зовут Антон Киевский. Вот классно, согласитесь, вроде только что отдыхали. Сейчас опять будем отдыхать. Прям мне нравится вот так удобно, когда посреди недели выходной. Классно. Давайте начнем. В Ставрополе живут самые умные бродячие собаки. Ходят с таей, ну это у них обычное дело, а дорогу переходят на зеленый цвет. Хороший пример для пешеходов. Молодцы собаки. Так сказать, гав-гав, одобрительная вам. А вот ответ собачкам от человечества. И это самая бессмысленная видеонеделя. Снято, конечно же, в Ставрополе. Министерство дурацкой походки одобряет. Ну, если вот так человек радуется тому событию, о котором он написал у себя на машине, то мы тоже его поздравляем. Будь счастлив. А там, глядишь, найдешь новую. Атмосфера настолько очистилась, что в Парк Победы вернулись 90-е и нулевые. Правда, теперь там отжимают еду. И не люди, а белки. Ну, а для них, собственно, и не жалко. Кормите белочек, пожалуйста. Будьте любезны. Железноводск. Прекрасный, уютный, красивый город. Но вот недавно там в парке установили вот это. Говорящая будка, по идее, должна веселить туристов. Но выглядит это как кадры из фильма «Звонок», если честно. Хотя теперь можно пригласить на курорт, например, Стивена Кинга. Может быть, его вдохновит это на какой-нибудь новый страшный шедевр. В Ставрополе нехило так похолодало. Но в Домбае, представляете, уже снега навалило. И, между прочим, немало. Так что можно открывать сезон. И смотрите, как красиво. Зима, зимушка, зима. Скучали по снежку, небось? Я нет. Номинанты на премию Дарвина. Район под Кумка, карьер. И очень опасная езда. Не делайте так никогда. А вам, ребята, на видео желаем только быть осторожнее в дальнейшем. Ну и вот вам панда, которая катится в пятницу. Это ежедневная милота. Что ж, друзья, на сегодня это все. Увидимся теперь на следующей неделе. Я тоже покатился в пятницу. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok